Я отлично помню, что учителя в школе запрещали нам краситься, и каждое утро, когда я просыпалась и понимала, что ничего не могу сделать со своей внешностью, то желание идти в школу совершенно пропадало, и я в ужасе застывала вот с таким вот лицом перед зеркалом. Но потом мне все это надоело, и я стала немножечко хитрить. Во-первых, я переборола свою лень, и практически каждый вечер перед сном мыла голову, потому что если с утра у тебя чистые волосы, то остается всего лишь причесаться, и не надо думать, что же сделать с волосами. На губы я всегда наносила прозрачный бальзам, а если бы учителя что-нибудь сказали, то всегда можно было бы ответить, что это специальное лечебное масло для губ. Всевозможные прыщики, покраснения, воспаления я перекрывала с помощью стика или с помощью консилера, и мне кажется, это самый классный вариант, потому что когда ты наносишь на все лицо тональный крем, то это очень заметно, но если замаскировать только воспаление и покраснение, то никто даже не заметит, что у тебя что-то на лице, при этом кожа будет выглядеть гораздо более свежей и ровной. И если вы хотите перекрыть синячки под глазами, то сначала нанесите консилер ближе к переносице, и уже потом растушуете к внешнему уголку глаза. Именно такой способ позволит вам освежить зону вокруг глаз, при этом консилер будет совершенно незаметен и не скатается. Ребят, нам сейчас очень сильно повезло, потому что на данный момент есть огромная мода на брови, и по сути, прорисовав только брови, мы уже выглядим гораздо более яркими и будто бы накрашенными. Просто дорисуйте с помощью геля для бровей волоски там, где их не хватает, сделайте брови чуть более насыщенными, прорисуйте основание брови и все. И, конечно же, это огромное спасение для тех, кто хочет выглядеть в школе чуть более ярко, или для тех, кто любит натуральный макияж, потому что у вас всего лишь прорисованы брови, но никто не догадается, что именно вы сделали и почему вы так классно выглядите. Если вы хотите сделать лицо чуть более худым, то можно сделать легкое-легкое скульптурирование, это, конечно же, не обязательный шаг, но с помощью скульптурирования также можно добиться эффекта макияжа без макияжа. Я думаю, вы знаете, что для того, чтобы сделать лицо более худым, надо нанести немного скульптора под скулы, также можно сделать более коротким и тонким нос, лоб можно сделать не таким высоким, чуть заузить подбородок, и для того, чтобы губы были более пухлыми, надо немного затенить под нижней губой. Самое главное, не забудьте все тщательно растушевать, иначе вы можете себя выдать. И для такой незаметной коррекции я вам настоятельно рекомендую использовать кремовый скульптор, потому что с ним легче всего работать, его легче всего растушевать, и он практически незаметен. И именно у этого скульптора на обратной стороне есть кремовый хайлайтер, и мне кажется, что хайлайтер это классный способ сделать макияж без макияжа, потому что вы нанесли хайлайтер, и это просто выглядит как ваше естественное сияние. Визуально создается просто эффект очень здоровой, отдохнувшей кожи, которая светится изнутри, и это лучший способ сделать ваше лицо более свежим. Только опять же не забывайте все хорошенечко растушевать, чтобы это смотрелось максимально натурально. Если честно, я бы остановилась и на этом этапе, но если вам хочется сделать глаза более выразительными, то у меня есть для вас одна хитрость. Возьмите коричневый или серый кремовый карандаш и затемните им только складку века. По факту никакого цвета на ваших веках не будет, но глаза будут казаться больше. Кстати, еще один отличный трюк, это подвести водную линию светлым карандашом, это тоже делает глазки визуально больше. А уж если совсем по секрету, то я обнаружила, что с помощью этого карандаша можно не только затемнять складку века или высветлять водную линию, но даже немножечко подкорректировать брови. Я помню, что больше всего нас ругали в школе из-за туши, говорили, зачем вы накрасили ресницы, но на самом деле тушь действительно преображает лицо, преображает взгляд. Поэтому если вы будете пользоваться тушью, то делайте это аккуратно, наносите один слой только на кончики ресниц. И даже такой слой, в принципе, сделает ваши ресницы чуть более длинными, чуть более темными, но это не будет так сильно бросаться в глаза. И также не забывайте про еще один очень классный трюк, высветлите внутренний уголок глаза и зону под бровью. Это вроде бы такое незначительное действие, но оно делает огромную разницу и глаза становятся просто волшебными. Ну и конечно румяна. Румяна это вообще мой любимый продукт, потому что они по сути просто повторяют наш естественный румянец, при этом румяна могут сделать из любой девушки настоящую пуколку. И чтобы наш макияж никуда не поплыл, а лицо не жирнилось весь день, я советую вам нанести прозрачную пудру. Она действительно прозрачная и ее никто на вас не заметит, но при этом ваше лицо не будет так противно блестеть, а я знаю, насколько это неприятное чувство, потому что что в школе, что сейчас у меня кожа комбинированная, склонная к жирности. И мне кажется у нас получилось, потому что все смотрится очень натурально и очень естественно, но мне хочется добавить немножечко цвета, потому что я все-таки девочка постарше. Так что если вам не лень, напишите в комментариях, какая вам помада нравится больше, розовая или такая неоново-красная. И также не забывайте, что лучший цвет лака для ногтей на учебу это нежные пастельные оттенки, которые никого не будут раздражать. И да, ребят, на этом все. Я надеюсь, что мои советы вам пригодятся. Оставляйте свои комментарии, лайки, помните, что вы самые лучшие и до встречи совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok